На выборской стороне поздравили ветеранов. Центральной точкой на карте празднования по традиции стал парк Сосновка. На кладбище воинов-авиаторов Юрий Прокофьевич Коломеец приходит каждый год. Здесь в войну располагался аэродром, с которого лётчики поднимались в небо и защищали город и дорогу жизни. Сам же ветеран впервые встал на крыло пикирующего бомбардировщика в 1944-м. Вспоминает ощущение полёта не забыть, как и весть о долгожданной победе. Ликование было всеобщее. После такого ликования можно только сравнить с днём, когда Юрий Алексеевич Гагарин улетел в космос. Тысячи цветов легли к памятнику защитникам ленинградского неба. У его подножия зажгли вечный огонь в честь героев Великой Отечественной войны. Как отметил глава районной администрации Валерий Гарнец, этот подвиг на века должен остаться в памяти поколений. Я хочу пожелать подрастающему поколению, чтобы вы всегда помнили и передавали следующим поколениям тот героизм, ту славу, которую пронесли советские воины. Церемония памяти завершилась шествием бессмертного полка. Потомки фронтовиков победным маршем пронесли фотографии своих предков, которые не дожили до наших дней, но незримо встретили 71-ю годовщину Великой Победы. По примерным подсчетам, День Победы в парке Сосновка встретили около 15,5 тысяч человек.